903-я ответственность, 058-го. Юрий, сейчас короче уходите. Сейчас обрежут нас. Давайте надпись уходить. Вот эти кадры пресс-службы МЧС России из Мордовского заповедника через соцсети и телеграм-каналы уже облетели весь мир. Героические парни из сводного отряда МЧС попали в окружение огненной стихии. 55 человек и 18 единиц техники. Внезапный ветер превратил пламя в верховой пожар и за считанные минуты отрезал от путей эвакуации. Но окруженные не сдавались. Было принято решение вырубить деревья по внутреннему кольцу. Во-первых, это было все молниеносно. Мы даже не поняли, как все это произошло. Во-вторых, огонь поднимался до кромки деревьев. То есть это подходило как снизу, так и сверху. Плюс высокая температура. Страшно было как залить состав, так и за технику. Когда наступила ночь, деревья, которые уже высохшие после пожара 2010 года, начали подгорать снизу и стали падать. Это отдельный момент, который не забудется никогда. Падая дерево, издает очень большой грохот. И не видно в дыму, во всей этой каше огненной, не видно, куда оно падает. Это самое ужасное, потому что ты не понимаешь, что тебе делать, в какую сторону бежать. В итоге из окружения пожарным помогли выбраться встречные пожарно-спасательные отряды. Вместе бойцы проложили своеобразную дорогу жизни, по которой вывели и технику, и весь личный состав. Никто особо не пострадал. Мы связались с Михаилом Черковым по телефону, и он обрисовал нынешнюю ситуацию в заповеднике. В настоящее время ситуация стабильная. Угроз населенным пунктам сейчас в городской области не угрожает. Тушение, к сожалению, тушение еще пока... Брония, благодаря недеятельность, они присутствуют. Да, поэтому тушение продолжается в круглосуточном режиме. Группировка собрана, было остатно более 500 человек и почти 30 техники. Так что, все возможно, чтобы, возможно, быстрее ликвидировать пожар на Пермодовского заведника. В составе Всероссийского сводного отряда есть и парни из Рязани. Мы об этом уже сообщали. Специальная аэромобильная группировка МЧС, в составе которой 50 человек и 12 единиц техники. Конечно, первый вопрос, который задает себе каждый рязанец, а как там наши? Слава богу, Огненное кольцо до них не добралось. Рязанцы уже взяли под контроль большой сектор лесного массива. Вот, кстати, видео из их зоны дислокации. За время пожара в Мордовском заказнике, кстати, сгорело уже больше 100 гектаров леса. Задача Рязанской аэромобильной группы в составе сводного отряда, чтобы эти цифры больше не росли. Максим Васильев, телекомпания «Город».